Пять лет в Латвии во второе воскресенье сентября отмечается День Отца. Далеко не все знают об этой дате. Если День Матери уже прижился, то отцов в их день пока еще так массово не чествуют. Детский сад Варавиксны решил исправить эту оплошность и вел у себя традицию поздравлять отцов, организуя для них праздник. Мы знаем, что каждому ребенку нравится заниматься спортом и проводить время с папой. Поэтому в День Отца они вместе приходят и занимаются спортом. Мы праздновали День Мамы, то, что принято в государстве, естественно, это был как праздник каждого года, само собой разумеющийся. День Отца начал праздноваться в Латвии не так давно и как-то не очень активными оказались и мы, и отцы, и вообще общество. Для нас это как бы проблемой было именно сентябрь. В сентябре очень много других проблем. Документация, новые планы, новые группы, знакомство с родителями. Но все-таки в прошлом году мы пришли к выводу, что надо как-то привлечь к нам пап, потому что мамы больше занимаются детским садом и воспитанием. Как-то папам показать, что мы ими гордимся. Это очень важно прежде всего для детей. Когда мы взрослые гордимся, скажем, государством, когда выиграли в хоккее, когда Мария Наумова выиграла, веровидение, да. Когда ребенка и как можно научить, чтобы он гордился отцом. Только когда он приходит в общество и у ребенка есть возможность сравнить его с другим папой. Он гордится за семью, гордость за отца. В это утро вместе со своими чадами в детский сад пришли папы. А работники Вара Виксны подготовили веселые эстафеты. Все задания дети выполняли вместе с отцами. Пусть папы знают, что происходит в детском саду. Пусть учатся проводить время с детьми. Ну и наконец-то в жизни детского сада участвуют не только женщины, но и мужчины. Мужчины сажали огород, перевозя в тачках детей, которые играли роль овощей. Ловили рыбу, чтобы выяснить, чей улов больше. Делали бумажные самолетики. Трудно делать самолетики? Очень. Наверное, уже забылось, как это делалось когда-то, да? Это настоящий микрофон. Настоящий. Замечательно. Скажите, как азарт есть сегодня, присутствует? Конечно, всегда. А ваш сын, это вот, вот это, как тебя зовут? Аутюм. Скажи, а почему ты сегодня пришел с папой в садик? А, потому что. А почему ты, Кухи? Ты каждый день папу берешь с собой? С мамой. С мамой берешь? А где же мама сегодня? А мама в отдыхалке в соседней, с братом в группе соседней. То есть ты сегодня со всеми родственниками? В котиках мама участвует. В другой команде мама участвует с братом, с Ивоном. А что, у вас сегодня праздник какой-то? Да. Какой? Ну, в нем отдельно-надденно. Праздник, пап. В детском саду Вара Виксны к воспитанию детей подходят творчески. Здесь нет привычной нумерации группы. У каждой группы свое название и свой флаг. Когда мы пришли к выводу, что все-таки правильнее мы детский сад, все-таки правильнее называться группе, а не первая, вторая, третья, четвертая, это все-таки больше к школе, к классам, воспитатели вместе с детьми выбрали себе название. Кульминацией праздника стало перетягивание каната. Вот где и проявился мужской характер. Ни одна команда не хотела уступать. Но игра есть игра, всегда будет победитель и проигравший. Праздник закончился, всем вручили призы, а в завершении – общее фото на память. Татьяна Саксаганская, Инджодзин, Шкурзамское телевидение.